У нас в студии человек, который определился со своей профессией актер и режиссер Александр Молочников. Доброе утро. Я сейчас был вдохновлен этим репортажем, может и ювелиром действительно стоит пойти. Ну да, вот Андрей, он в 29 лет начал пробовать. Да, ну просто в принципе сменить род деятельности, это всегда весело. Но при этом сейчас, в общем-то, тоже своего рода выбор получается перед вами, актерская или режиссерская профессия. Вот в наш город вы приехали со своим спектаклем дебютным в качестве режиссера в 19-14. Давайте вот об этой постановке поговорим. Это, да, сегодня вечером в Александринском театре в 7 часов. Правда, начинается он в 19-14. Не называется 19-14. Это спектакль о Первой мировой в жанре кабаре. О, замечательно. Да, почему от меня обычно такой жанр решили рассказать? О трагических событиях? Ну, потому что, мне кажется, что о трагических событиях говорить трагически, это риск. Просто, причем рискуешь ты тем, что никто не будет это слушать и не подключиться, потому что... Хотя можно, я думаю, и трагически есть случаи. Нет, ну просто Первая мировая еще такая тема, которая, в общем-то, особо никого не трогает и особо никого не волнует. Ну, может быть, просто потому, что это уже от нас достаточно далеко? Да, это далеко, это как бы не очень с нами почему-то считается. К тому же мы и взяли историю Западного фронта, и русских в спектакле нет. Вот, поэтому это вообще получился такой спектакль о явлении войны, наверное, и о безумном патриотизме, оголтелом и каком-то психопатическом, который охватывает людей на почве ненависти к соседским странам. Это случается иногда даже в некоторых странах, в которых мы живем. Но у вас в первую очередь, когда мы говорим о Первомировой, на Западном фронте без перемен и так далее, ремарк возглавлял или вы прям погружались в историю? Нет, я вообще ремарка, честно сказать, прочитал перед премьерой уже. Вот, то есть мы уже почти все сделали. Ну да, это какие-то были документальные вещи, там... Архивы, исторические книги. Да, да, да. Я же похож на человека, который отсидел в архиве пару лет. И плюс помог Дмитрий Быков, он писал стихи для песен. Да. Сразу определились с выбором, почему вы пришли его привлечь. Когда поняли, что нужно писать тексты для песен, довольно определились быстро, потому что это явно очень талантливый современный поэт, который пишет стихотворение в течение трех минут. Вот он сказал, либо я буду писать долго, либо хорошо. И подумав, мы поняли, что лучше все-таки хорошо. В смысле, либо быстро, либо хорошо. Да, да. У вас же, кстати, есть вторая режиссерская постановка «Бунтари». Почему привезли не ее в Петербург? А мы ее привезем. Мы ее привезем. То есть все в будущем? Да, да, да. В будущем. Ну вот, что касается 1914, уже отклик профессионалов был. Я имею в виду премию Олега Топакова. И вот еще хотелось бы об одном спектакле, который тоже был отмечен этой премией. Чуть ранее поговорить, что касается удивительного приключения кролика Эдварда. Где вы выступаете в амплуа в другом? А в амплуа кролика. В амплуа кролика. Ну и да, уже три, по-моему, года периодически воспроизводится. С ушами прямо надеваю уши, да, и вперед. Ну, кстати, неоднозначная сказка до сих пор вызывает споры, что нужно ли дети, не рассказывать о страданиях. Да, это вообще очень хороший спектакль прекрасного режиссера Глеба Черепанова, на котором взрослые даже плачут порой, а дети смеются. Ну вот... Что касается... Мне вот хотелось спросить признание. Ну, все-таки в юном возрасте, да, такие вот премии... Премия, носящая фамилию Табакова. Какие вообще вот ощущения испытывает юный актер и юный режиссер? Просто эта фамилия всегда вызывает такую радость и счастье, что вот этот человек есть. Поэтому чем... Если она еще на одной бумажке с моей, то вообще я счастлив. Вот. Ну, я не знаю, в смысле, молюсь ли я на свой диплом премии Табакова, нет. Вообще, мне кажется, когда понятно, что любая театральная постановка в любом театре подвергается какому-то анализу, но если это постановка МХТ имени Чехова, то здесь двойная ответственность, двойное внимание повышенное. Вы это как-то чувствуете, когда создаете спектакль, когда вы ходите на сцену? Ну, трудно сказать, испытываешь ты двойную ответственность или просто ответственность. Просто тебя колбасит немножко отволнение. Олег Табаков, например, смотрит, что он главный критик. Ну, везде где-то смотрит главный критик. Но вообще Олег Павлович на самом деле любит все искусство, которое не скучно. Да не искусство, конечно. Ну, какое-то, в общем, творчество. Если это не вызывает у него желание поесть, а это, кстати, вообще он любит поспать во время происходящего, то ему очень нравится. И 1914 он принял сразу, а он видел уже на премьере. И правда, как-то, вроде как, был доволен. Они думали... Но главное, что он дал возможность это сделать вообще. И это, на самом деле, большой продюсерский подвиг с его стороны. Дать какому-то непонятно кому, арктеришке, недавно выпустившемуся, молокососу, поставить целый спектакль про Первую мировую в полном объеме, с художником, который не скупится на свою декорацию. Ну, то есть, вернее... То есть, он, в общем, идет на такие вот шаги, дает дорогу, да? Да, это большой риск. И я бы посоветовал всем вот продюсерам в кино, в других, может быть, театрах, вот так рисковать. Потому что рисковать вообще, мне кажется, очень у нас боятся. Сейчас вот я просто два месяца был в индустрии телесериалов, которые выйдут в мае. И, в общем, продюсеры очень боятся рисковать. То есть, все решает имена, да, получается? Ну, вот это вообще от мала до велика, потому что вплоть до каких-то фраз в тексте они говорят, что вот это вот народ не поймет, там и так далее. То есть, как бы, люди совсем, они осмеливаются сделать только то, что уже было сделано раз в 50. А вот не могу не спросить, готовы рискнуть поставить спектакль, выступить в качестве режиссера и в качестве актера в нем? О, как Никита Сергеевич? Например, или как Безруков? Безруков, по-моему, не играет в своих спектаклях. Ну, в общем... Сон разума. Ну, вот он просто недавно был в Петербурге, да, он и постановщик, и актер. Слушайте, ну, не знаю, это какая-то очень, боюсь, что рановато. То есть, вот у меня усы еще плохо растут, а у Никиты Сергеевича хорошо, поэтому, наверное, еще какое-то количество лет должно пройти. Ну, в любом случае, новых постановок, новых премий и новых интересных экспериментов мы вам желаем. Александр Молочников, актер и режиссер. Да, я не знаю пока какого числа, но обязательно. А сегодня, если кто-то вдруг еще не купил билет в Александринку, срочно вы делаете большую ошибку. Но только после эфира. Молочников.